КРОШКА ЕНОТ В России владельцы прозвали эту машину енотом. И новое имя прижилось. Да и построен микровэн на базе крохотной Ниссан Микро. Ярослав Левашов. Автокритик. Эксперт по оценке автомобилей. Никогда не протирайте тряпкой современные пластиковые фары. От этого они еще быстрее мутнеют. Но здесь фары в приличном состоянии. Ноуту заводской краски коррозия не страшна. Кузов этой машины в отличном состоянии. На ноуты для российского рынка ставили только бензиновые двигатели. Объемом 1,4 литра и 1,6, как здесь. А какой расход? По трассе литров 6, по городу 9-10. Мотор со временем начинает подъедать масло. Немного, в среднем пару литров на 10 тысяч. Но для японских моторов и это нетипично. Если не следить за уровнем масла, начинает голодать гидронатяжитель цепи ГРМ. Он быстро изнашивается. А это грозит заменой цепи. Чтобы не доводить до крупных расходов, следите. Первый признак перед заменой цепи – неуверенный пуск двигателя. Кузов высокий. Садиться в ноут удобно. Даже росло на водителе. На щитке нет индикатора режима коробки. Приходится все время смотреть вниз на бледные цифры. Неудобно. Оу, для ноут. Ноут позволит шустро передвигаться в городском потоке. А вот в повороте на скорости вписывается неохотно. Подвеска шумная. На неровной дороге слышишь и чувствуешь каждую ямку. Чаще всего у ноута скрипят опорные подшипники передних стоек. Бывает, они требуют замены и через 30 тысяч. Но главные сюрпризы ждут владельцев после 100 тысяч километров. Например, рулевые тяги здесь отдельно не меняются. Только в сборе с электрической рейкой, который может прослужить еще 1200. А подшипники задней ступицы меняют вместе со ступицей, которая идет в сборе с тормозным барабаном. И менять их советуют сразу парой. Сэкономить у гаражных умельцев не получится. Это единый механизм. Здесь придется заменить передний правый ступичный подшипник. Других претензий нет. Водителю и переднему пассажиру комфорт. Трое здесь поместится. С трудом. А двоим будет очень удобно. Места для ног предостаточно. Багажник на первый взгляд небольшой, но он двухэтажный. У нас поместилась коляска, чемодан и обогреватель. Отличный результат. Японские эксперты оценили ноут на пять. Но европейский тест выявил потенциальную опасность для коленей водителя и пассажира. Попробуем развернуться. Широкие стойки закрывают обзор. Развернуть ноут на узкой дороге удастся за пять движений. Парковаться к бордюрам можно безопасно. Но не все бордюры одинаковые. Енот – существо чистоплотное. Справится ли его железный брат с грязевым душем? Поехали! Енот с честью прошел испытание. Стекла и зеркала чистые. В рейтинге предпочтение угонщиков – ноут где-то в конце. Их не часто, но угоняют. Позаботьтесь о защите. Для своего возраста эта машина в отличном состоянии. Потребуется заменить только ступичный подшипник. А это четыре тысячи рублей. Симпатичный енот, но ходовая от микро не слишком надежная. Все проблемы решаемы. Починял и забыл. Но решать их придется новым владельцам. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok